Здравствуйте, поделитесь, какие впечатления сейчас у вас внутри? О впечатлениях говорить рано, потому что я беру здесь в первый раз, и мы с Денисом тоже, можно сказать, сотрудничаем впервые, хотя и встретились на премии Алиусу и Венте Ворц. Я верю, что у Дениса не может быть ничего плохо сделано, всё должно быть сорганизовано прекрасно, и главное, чтобы не подвели зрители наши, звук, всё остальное сделаем на высшем уровне. Скажите, что вдохновляет вас на творчество? Откуда вы черпаете силы, вдохновение для того, чтобы творить и не изменять самой себе в этом творчестве? Ну, мне помогает чувство юмора и, пожалуй, ощущение расслабленности, потому что муза приходит, когда её не напрягает никто. А чём в вашей песне? Вот какой смысл, какой посыл, позыв вы вкладываете в то, что транслируете людям со сцены? Ну, я сейчас не заморачиваюсь над песнями, потому что, так как у меня чувство юмора рулит, я стараюсь, чтобы это было смешно, весело, неординарно, не похоже на другие песни. Я не пою о горе, о печальке, о том, как нужно выпасть из окна, из-за несчастной любви, за меня это делают другие певцы. Моя задача — подорвать людей, ну, в переносном смысле, чтобы они танцевали, чтобы они веселились и чтобы получали свою дозу позитива. А вот кого из современных артистов, артистов нашей современной эстрады, вы можете выделить и отметить их творчество? Ну, наверняка таких артистов найдется с десяток, а то и больше. Но так как я ни от кого не фанатею, все же могу выделить тех, кого, во всяком случае, я уважаю за их, наверное, трудоспособность, талант. Это Шнур, это Мияги и Эншпиль. Вообще, это сейчас моя любимая группа. Ну и парочка других артистов, которых я уже не помню, но при случае слушаю их песни. Вы можете поделиться хотя бы немножко своими творческими планами? В данном случае, если ближайший план, это выступить здесь в клубе «Муравей». Правильно, «Муравей» или «Муравей»? И так, и так. Ну а из более отдаленных, это, конечно же, выход клипа, это мероприятие, это выступление, это фан-встречи, это мой прямой эфир, который я веду, шоу «Чика Пульсара», куда, кстати, приглашаю вас и в качестве зрителей, и в качестве, если будет желание, гостя программы, эксперта. Мы всегда рады красивым и положительным личностям. Ну и, конечно же, это постоянное наращивание своей аудитории. То есть, тоже, я благодарю вас за интервью, пожелаю вам больших творческих успехов, сил, вдохновения, удачи в этом непростом деле, ну и, конечно, с юмором пройти по жизни и всех заразить своей красотой и своим очарованием. А я хочу поздравить вас с наступившим праздником, днём 8 марта. Будьте такой же красивой, успехов вам, процветания, и будьте счастливы. Спасибо.